ребята удивительное утро блин камера не передаст я пыталась где-то . над нами прилетает и что получается есть солнце на улице есть ветер на улице и иногда прямо такой лопатый снег летит пока взяла камеру нет еще раз доброе утро у нас сейчас солнышко вы представляете то тучи то солнышко то снег вот это вот погодище котейки тут у нас валяются котейки валяются здесь у нас аттракцион храпящая колбаса видели такой вот колбаса и сердце утроранее скажи чего вы попросыпались родители идите еще лягайте спать мы видите еще не готовы к приему пищи мы ищут 3 небось колбаса который думает что на бар балерина ребята доброе утро сейчас ранненько утро мы начинаем просыпаться сейчас будем кормить своих детей малышей карандашей вот и чё и нам надо ехать куда ехать будем потом все ребята едем в город вам гляньте кто ешкин кошкин сидит кошкин сидит заглядает я тоже хочу выйти выпустите кота скорее же не котейка нельзя так все мы срочно срочно едем сегодня солнечно но очень-очень ветрено поэтому вот такие вот делишки возьми воду я сажусь оба что-то у меня опять маска валяется здесь ты что ж такое вечно роняет у маску ты все телефон и взялся все хорошо поехали едем город уже потом все порешаем и вам немножечко расскажу так не вижу славе или не снимает вообще ничего против солнца не видно а снимаю красный красный все ребята забыла я вам показать где мы были нашей маленькой церквушки там где большая стоит это с такими куполами золотыми монастырь мужской вот ожидали правда долговастенько подмерзли чуть-чуть подмерзли в общем батюшки ездили в арнаве очень-очень хороший у нас батюшка именно здесь в кировограде от него даже такая да какая-то приятная энергетика идет до такой положительный до такой степени вот прям аж просто человеком поговорить да вот по-человечески и все и ты прямо вот как-то аж духом воспрял воспрял духом как говорится вот ребята реально поговорили насчет собаки и насчет вообще всего вот ничего страшного что похоронена собака во дворе абсолютно ничего страшного тоже потому что мне этот вопрос тоже знаете как она все равно в голову себе что-то как бы ну не то что возьмешь а просто думаешь а мало ли а вдруг на самом деле отчетом к чему-то и вообще просто поговорили успокоил нас немножечко немножечко это самое это как-то вот хорошо шесть из этих карантинов из-за этого всего давно не ездили к нему давно не общались давно не это самое к нему на службу давно не ездили до он-то проводил то не проводил и вот это все но уже вишу вот только открывают только открывают хотя только открывают везде к опять красная зона у нас кировоград единственный даже не в оранжевой зоне представляете не единственный еще два региона по моему вот еще есть венецкая по моему еще в желтый но это мы вчера в новостях смотрели опять все в красной зоне капец вот что еще по поводу того что он сказал насчет привязки к животным говорит это считается большим грехом и грехом если вот так вот сильная прям привязка к животному до такой степени что же прям как я все себя на видишь ты себя чуть что ты делаешь мне ведь нельзя ведь надо успокоить успаковающее попить сказал говорит какие успокаивающие попей говорит и все будет наладиться все успокоиться и сказал что у коля у нас ангелским характером с ангелским терпением так потому что действительно сильно что-то прям вообще раскисло до такой степени что прям капец строители своей жизни жизни вообще всего что происходит мы сами себя накручиваем мы сами себя загоняем просто все это подкосило для некоторых случаях просто но одно за одним понимаете понятно я я понимаю то что какая какие-то неполадки внутри нас притягивает еще больше не палатки правильно да и какие-то и мы больше какие-то момент которые может мы не восприняли бы начинаем серьезнее воспринимать и сами себя загоняем в эту вот темную черную полосу говорит плюс да погода плюс весна плюс у меня обострение будет у тебя идет обострение у тебя это самое болячка да и мы к нему приходили еще тогда перед венчанием перед нашим как раз да и когда как раз такая раздутая вся была на этих же гормонах еле ходила помощи или стояла то тоже он с нами тогда это вот разговаривал и все остальное тоже говорит что это все болячки наши болячки болячки ведь нужно себя настраивать держать и все но иногда за и ждем даже самый позитивный человек иногда может раскиснуть бывает такое чуть сделать бывает и и нередко такое бывает что сдался и все вот что тут подкосило и все у нас на меня по крайней мере в данный момент я же говорю вот это вот ремкина смерть сильно подкосило и прямо вот она не выходит и держится и тяжело и и в общем-то да это болит и болит до сих пор а так не должно быть надо себя эти мысли как он сказал бог дал бог землю забрал вот в общем вот такие вот делишки все наладится сейчас немножечко успокоимся весна придет витаминки попьем да конечно и все будет хорошо у нас машине попахивает ой попахивает товарищи ребята попахивает чехол мы сняли конечно постирали а шо штуку чехол зачем ты сиденье одел я сидуху надо было стирать я ему я же не думала что он ее назад оденет он и снял сидушку на же шьева после операции описалась тут вот это самое он снял сидушку поставил на улицу и не думал что он ее домой оденет а он и делал блин домой оденет назад оденет отдел я заложу машину рифу что такое что такое сегодня будем стирать сидушку полностью и мы несем на улицу пускай стечет а потом что-то возле батареечка положим далее нас не знаю блин хиба так и стирать так это постирать подругом не знаю короче как сидушки стирает но и посмотреть интернете стереть и сорочка бери список написали мы приехали в отб да 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 вот и в отб у нас не уже купе искупились кстати в магазине немножко в этом у нас что я бы сниму вам обзор приедем, так что получится. Что? Получится, что-то не получится. Сейчас быстренько забегаем это, и нам сегодня малую прививку сделать надо. Да, надо же позвонить. Позвонить надо, елки. А мы забыли дома номер телефона, по-моему. Айболита этот, блин. Или я тебе телефон положила. В кошелек? Да, по-моему. Айболита. В общем, ребята, обязательно что-нибудь дальше покажем. Точно. Ну, все, ребята, заехали. Мы только что до ребят, которые чинят машинки. до докторовой машины. Насчитали нам. Ну, как насчитали нам? Ну, они примерно сказали, что это будет от 5 до 15, да? Да, от 5 до 15 тысяч, ребята. Тут все зависит от того, когда, короче, вскроют, оно все покажет. А, сегодня мы начали заводиться в Москву. Как повалился трубы дым. Такой добротный. Вот. Далили масло. Ну, стало лучше. Но факт в том, что оно уже давно, постепенно еще назревало, да, еще с прошлого года. Что нужно, 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 нужно. Да, да, да. Нужно было, посмотри, двигатель. Нужно было. В любом случае, я же говорю, когда берешь машину, опять сейчас напишу, ааа, корыто, продавайте свой корыто. Ребята, что я вам могу сказать? Что, когда машину берешь в БУ, в любом случае, в нее нужно влаживаться. Да, я вот не поверю, что кто-то взял машину БУ, еще и по дешевке, ребята. Да. В хорошем состоянии, то есть, ну как, внешне, не знаю, как она едет. Нет, она нормальная машина, я же говорю, что мы, когда брали ее, цена соответствовала тому, что в нее потом еще влаживаться надо. Потому что мы, когда ее брали, мы знали, что нужно будет вложиться в то-то-то-то-то. В любом случае, человек, который до нас ездил, он ее выкатывал уже так, знаете, выкатывал, так выкатывал. Поэтому, естественно, что с ней пришлось повозиться. Самое нужное сделали в прошлом году. А то, что могло потерпеть, мы оставили на этот год, да? Да. Двигатель, да, что это такое? Двигатель. Двигатель. Короче, ходовку мы в прошлом году делали, да? Да, ходовку в прошлом году. Ходовку, да, сделали в прошлом году, все, вложились в нее. В этом на этот год двигатель оставили. ну просто не рассчитывали, что сейчас так оно паааа просто, да, оно понимаете? нагребет и все на кучу а делать надо, потому что ну эти, гидры цакотят блин в тысячешет-то там цакоты в двигателе, дым валит масло жрет, ну то есть это неправильно так ездить дальше нельзя надо что-то с этим делать главное, что пищешет-то не поломалась компьютер сдали к доктору блин машинку сдадим к доктору и все, короче, не знаю, надо еще одну кредитную карточку заводить и ты в банк, дайте нам кредит еще один, потом мы не влазим трохи, попивши кредитью жопа короче какая, ну уже знаете, уже эту, все равно разговора уже, я же говорю, с батюшкой как-то вот легче, я не знаю, как-то веселее, да, переживает? да, веселее как-то, он так успокоил хорошо, я же говорю, он так поговорил, все остальное, не знаю, надо к нему, короче, почаще ездить такой человек, я же говорю, позитивный, к Сереге день не отвезти, нам Серега опять пенсию свою доверил, ну вернее, карточку, чтоб мы сняли ему денег у нас Серега, каждый раз, каждый этот, у него пенсия приходит, и мы снимаем, ему деньги ездим вот, так же так, сейчас отдадим, вон он, чоп-чоп-чоп-чоп, видно, хоть что не видно, вон, идет, а потом уже продолжу, расскажу дальше Деревца, кажу, хочу снять, что взяла, уговори вы нас, Сереге завозили же деньги, как раз там рядом деревца продаются у нас Серега, да бред, да шо вы в самом деле бред, 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 короче, на 200 гривен все взяли деревцов и кустарника вот, и это самое, а це кустарник, крыжовник с, как оно, со смородинами, а це яблочко белое налив, я хочу у нас в садку посадить и несколько смородин, Коля каже, а вот, блин, сняв денег на прозапасы Сниму 200 гривен, хай лежать в кошельке, ага Долго долежали, блин, долежали, блин, минут 10 Ну ничего, ну и все Все, сейчас пошла, я позвоню доктора, узнаю за этот, как его, господи, за прививку Боньке, можно сегодня съездить, чи нельзя Если что, сейчас поедем, не, ну сейчас сначала посмотрим, что у нас там получилось Господи, там дома хоть бы все нормально было Ой, орет котейка Котейка орет А дома? Ёшкин кошкин Лес густой Я тебе сейчас дам Открыл шкаф Пипец Там такое творится Я забыл заклеить шкаф Ё-моё, открывай, там пипец что творится Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Ай-я-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй А ядрён батон Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яйй-яй А ядрён батон Что это такое? Кто разрешал? Паразитка, блин, малая Вы такое видели, ребят? и рабочие вещи и рабочие все подряд не заклеил да молодец не уезжайте никогда быстро из дома ева зато он лежит махает хвостом что ты махаешь хвостом ты че не могла ее угомонить ты не могла угомонить эту дуру сама угомоняйте сами точнее чего тут вдвоем безобразничали даже не встает еще не встаешь все стирку надо не спадут все стирку на не до небось еще там здесь написала но он чтоб они не мокрые были у нас там видишь все вместе и миска и вещи то подожди не ори господи этим котом купили купили вам пожрать и все управилась и лежит она пожалуйста что ты у тебя натворила боня счастливые хозяева маленького щенка и и Субтитры подогнал «Симон»